Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ваш взгляд, Израиль сможет выдержать такое противостояние или нет? Должен. Ну вот, есть сегодня объявление, что Родоган... Знаешь такого? Знаю, да. Сказал, что Хамас защищает свою территорию и свой народ. Понятно? Да, да. То есть, Турция на стороне... Там не только Турция, там много стран разных. Разно. Будет Турция помогать? Я не знаю. Похоже, что будет. А как считаете, будет ли крупномасштабная наземная операция и вступит ли Хизбалла в полную силу, что будет обстреливать Хайфу и весь Север Израиля? Я не поддерживаю эту наземную операцию. Будут большие потери. А как быть в этой ситуации, на Ваш взгляд, в Израиле? Продолжать бомбить авиации. Учитывая, что у них авиации нет, можно бомбить как угодно и где угодно. И сколько угодно? Да. А это поможет только лишь авиация? Да, конечно. А они же там в туннеле глубоко стебят, их авиация может и не достать как бы бомбами. Есть бомбы, которые достают. И туннели тоже, да? Глубинные бомбы. Ну а на Ваш взгляд, это понятно, это Ваше мнение, что Вы как бы против того, чтобы Израиль заходил с солдатами, с техниками? Это мое мнение. А на самом деле, как будет, не можете предсказать? Не могу сказать. Не могу, мне непонятно. Пойдут на эти потери, потому что эти части Хамаса, которые находятся на территории Газы, можно уничтожить полностью. Но этого недостаточно. Хамас есть везде. Хамас есть. Где? Сейчас назову, где он есть. Мне уже плохо с памятью. В Ливане, в Сирии. Совершенно верно. В Сирии есть. В Египте есть. Те тоже. Хотя Египет относится к государству, в которой она входит. Михаил Александрович, а какой Ваш прогноз в отношении ситуации на Украине? Как будут события развиваться? Вот на Ваш взгляд. Одесса войдет в состав России, Николаев? Как Донецк, Мариуполь, Луганск, Север и Донецк. Боюсь, что война расширит свои территории. То есть Одесса реально может войти в состав России? Уже Россия проигрывает на всех фронтах, но Путин пойдет на крайности. Точно так же, как в Израиле и Хамас. Хамас уже пошел. Это пропаганда Девятого канала. Что Вы говорите? Что? Россия наоборот, Россия освобождает Украину, а не оккупирует. И Россия не проигрывает, она держит оборону. Проигрывает. Чем она? Она никак не проигрывает. Проигрывает везде. Она перемалывает войска, которые на него... Нам врать свои войска. Нет. Они в глубоком обороне. Огромные потери. Не большие, а огромные. В людской, технической, военной. Везде проигрывает. Но это лживая пропаганда, конечно, это не так. Нет. Скоро Россия пойдет в наступление и, естественно, будут терять территории большие. То есть, и тогда... Ваш прогноз, когда Россия пойдет вперед, вступит ли в войну Польша, Прибалтика и другие, Румыния? Война в НАТО. Частично. Да. Частично вступит ли? В НАТО. Что они хотят? А у них не спросят, им приказ дадут. Все. Предсказывает боюсь. А чем плохого будет, если большинство территории Украины будут в составе России? Что в этом плохого? Я вижу одни плюсы. Вот, например. Я вижу позитив. Это часть России историческая. Не идут ни на что. Зеленский сказал. Мало ли что, он сказал. Ни одного метра. Зеленский выполняет приказы Америки. Он не может... Это тоже хорошо. Он не подконтролен сам себе, как бы. Америка. Нет. Вопрос такой. В чем плохо, если Малороссия-Новороссия войдет в состав России? Что в этом плохого? Это же большой плюс. Позитив. Или само... Материальное давление. Теперь я уже два месяца не принимаю. Не надо. И поначалу я обрадовался, что восстановилось само давление. Нет. Оказалось, что это вот это. Рулотный центр все наделал. Упало. 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 Первое ощущение. Упало. Артериальное давление. Ощущение было такое. А сейчас я тебе скажу, почему я тебя пересадил. У меня слюно течение. Я буду разговаривать и заплюю тебе лицо. Такая погрешность у меня имеется. Михаил Александрович, а вам война снится? Да. А что снится особенно? Какие моменты войны? Да не помню. Разные. Даже вот в вашем возрасте война снится, да? То есть спите и... Вы во время боя или солдаты, или общения на фронте, что снится? Что больше снится? Я не знаю про снится. Я вспоминаю так. Я вспоминаю всю мою войну со всеми подробностями. Во сне? Нет. Вот сегодня нет. Сегодня я теряю в памяти то, что было вчера. Понимаешь? А то, что было тогда, я помню. И помню добычайших подробностей. Особенно острые моменты, в которые я попадал. Например, какие? Ну, например, какой? Я в партизанском отряде был под названием отряд имени Ленина. Там были три отряда под общим названием. Вторая партизанская... Вторая партизанская бригада, что ли? Я в отряде Ленина был. Однажды один из офицеров этого отряда по тревоге поднял вечером. Вечером. Сколько? Для роты или батальон? По-моему, батальон. В 44-м году это было? Нет, раньше. В 43-м. Поднял батальон. И... Задумка у него была хорошая. Отступающие немцы. Их уже били на фронтах в конце 43-го года. А это конец был. А в каком это месте было? Место какое? Украина. Какая область? Какая область? Винницкая, Днепропетровская. Угу. Вот это наше место было. И место этого боя. А кто в вашем отряде в основном был? Местное население или... или бежавшие из плена Красной Армии? Разные. Разные? Бежавшие попадали, когда наши отряды... нападали на... на лагеря военнопленных. Нападали как? Освобождали пленных. Угу. Но не все переходили в отряд. Но часть переходила в отряд. Не все переходили, их не всех принимали. Уже такое количество. Народа приняли. Отряд не мог. Безоружних. В отряде была тенденция приходить в отряд. Принимали только тех, у кого есть оружие. И однажды два сбежавших из плена пришли. После беседы с комиссаром их... ну, не хочу сказать... выгнали, отправили добывать оружие. Добудете оружие? Примем в отряд. И они добыли. Знаешь как? Как? Немецкие патрули патрулировали железную дорогу. Они где-то добыли этот молоток, которым обстукивают колеса. Знаешь о таком молотке? Знаю, да, да. С длинной ручкой. Молоток. Он стучит по колесам, если слышит неправильный звук, хриплый звук, показывает все. колесо нездоровое. Что надо? Нужен ремонт. Так. Значит, они пошли по этому пути. И решили захватить патруль. Так оно и было. Они захватили патруль. Убили. Хоть при помощи этого молотка. Ого. И завладели оружием. Пришли в отряд, их приняли. Так с другими бывало. Но я хочу рассказать про этот бой. Проигранный. Комиссар по фамилии Бойхо. Майором был. В Красной армии он был майором. У нас стал комиссаром отряда. Значит, он поднял батальон вечером. Потому что у нас везде были, мы находились в лесу. И к нам подступиться немцы не решались. Потому что получали сильный отпор. У нас были места. Оборонные окопы. Все было. И когда нужно было, по тревоге занимали отряды свои места. И давали отпор тем, кто приближался. Могу рассказать один эпизод? Давайте. по тревоге подняли все отряды. И отряды стали в окопах. Что такое? Недалеко от нашего леса деревни, большой деревни, которая под названием Лысогора Остановился этот казачий, это был казачий полк, который двигался в нашу сторону. Он, этот полк, остановился там на ночевку. Разошлись по хатам. А этот командир этого полка, то есть офицер, командующий этого подразделения полка, казачьего полка, на ночевку остановился у старосты. староста деревни решил его, а это был наш человек. Представляешь себе? Ближайшая деревня, крупная, она была на связи с партизанами. то это была, как мы говорили, партизанская деревня. Значит, он его предупредил, этого полковника, ты по этой дороге не езжайте, потому что там в лесу партизаны, они могут напасть. предупредил. Что ответил полковник? Ха! Какие-то какие-то бандиты прячутся в лицо, и я буду их бояться. У меня казачий полк хорошо вооруженный. Это боевая единица. Откуда эти казачки? из лагерей военнопленных. Объявляли, кто из казачьих этих районов Советского Союза. Их отпускали из лагеря. И предлагали образовать против советской власти. они соглашались, охотно шли против советской власти. Думали, что немцы все-таки победят полностью. Но уже в 43-м году было ясно, что это не так. немцы угнали уже во многих местах. И вот, когда я был, я пришел в этот отряд с оружием. Что вы? Я обнаружил сторожа. сторожа, в той организации, в которой я работал. Я работал, я считался военнопленным и освобожденным из лагеря. так я считался. Я себя таковым представил. Еще с одним вдвоем у меня документы были даже. Который дал мне немецкий капитан. комендант большого селения болгарского. Он мне дал этот документ. Я ему наврал историю и сказал, что у меня бабушка раздельная. А я боюсь идти. Нас отпустили из плена четырех человек. украинцев. И трое были из Днепропетровской области, а я из Одессы. А вас думали, что вы украинец, вас отпустили поэтому, да? Ну я сказал, что я из Одессы. Одесса это Украина. Одесса еврейский город был. Какой? еврейский, еврейский город. Много евреев. Было такое, да. История Одессы это было. Так. Расскажу дальше. Когда я уже был, это я. Уже попал в отряд. Разоружил сторожа. Этого склада за год зерно, в котором я работал. и забрал у него советскую винтовку. Которую его вооружили. Немцы. Немецкая комендатура была в этом селении. Это село большое. Очень большое. Как называлось? Жюлинка. Жюлинка? Дежюлинка. На Дене. А где она? В какой области была? В Винницкой. Угу. Да. И колхозы свозили урожай 41-го года. Большой урожай свозили и сдавали зерно в этот пункт за год зерно. им ввелено было было дано на каждое село этого района Джюлинка это было райцентр. Теперь райцентр там Бершить потому что Бершить город уже. А Джюлинка село очень крупное крупнее этого города Бершить. По численности населения около 3 тысяч домов. А немцы были в этом селе? А как же? Много? Нет, не очень. Но комендатура была жандармерия была и они там устраивали свой порядок. Им подчинялись они выполняли ответственную функцию. Так. И вот когда я разоружил сторожа я решил поддаться и не только я. Один кладовщик пошел со мной. Кладовщик этого зернохранилища. Я был грузчиком, а он кладовщиком был. В армии он был офицером. Он хотел у меня эту винтовку вымануть. Но я не дал. нас приняли двоих в отряд. Нас приняли. Вот я рассказываю тот эпизод в котором мы проиграли бой. Майор. Да. Так. Этот майор Бойко узнал от нашей разведки. У нас были посты, разведка была, что если недалеко от нас километров тридцать остановились на ночлегском хозе немецкие части отступающая крупная часть и при них 10 танков с ними и пехота. Значит так. Нам сказали а подготовили уже танкистов из-за заряда бывших танкистов чтобы они захватили когда нападем ночью на немцев чтобы они захватили танки. Так что задумка была ооо какая. Но мы двинулись в ту сторону. Я был вредливым партизаном. Зима была? Осень? Глубокая осень. Холодно. Ноябре наверное был. Потому что снежок уже шел. Так. Значит он пугал батальон на эту операцию. Батальона достаточно было. Двигались мы туда. Вдруг остановились. Колонна лошади у нас саночки не пешком пошел батальон а на саночках с лошадками. Остановилась наша колонна. Я смотрю а я всегда был любопытным и инициатором всяких дел. Это за мной числилось какая беда. Значит меня заело что мы стоим и так долго стоим. Нам надо было напасть ночью на немцев. так и двигаемся никуда. Я пошел вдоль колонны я был во второй роте вторая рота была где-то сзади я пошел вдоль колонны нашей вперед в село около которого мы остановились село и что я вижу стоят охранники партизаны наши стоят в какой-то хаты в хате горит свет все остальные хаты темные в селе а там горит свет я пошел пошел в эту хату и что я увидел майор Бойко сидит за столом пьяный в стельку а его боятся трогать в партизанском отряде было так не понравилось морда расстрел то есть колонна стоит а майор пьянствует в доме а он напился может он сам не ожидал но уронив голову на руки за этим столиком он сидел и не мог подняться так но он все таки поднялся и разделил одна рота отправилась на дорогу и когда мы ударим по этому немецкому гарнизону который мы рассчитывали напасть неожиданно напасть сильно немцы побегут по этой дороге и наткнутся на эту роту а мы развернулись в степи в цепь и движемся к этому совхозу но уже с колей двигались в силу совхоз был рядом так и когда мы пытались двигаться мы узнали от передового отряда разведка доложила немцы уже поднялись и двигались к дороге и тут мы услышали стрельбу то есть они уже наткнулись на нашу роту а что такое это рота против немецкого гарнизона так мы ускорили один политрук крылькнул с цепи мы движемся цепью он с цепи крылькнул четыре человека со мной бегом и мы побежали во главе с этим политруком побежали успели вскочить перебраться через речушку уже зима в ноябре была зима все было заснежено но там речушка была быстрая и поэтому не замерзала я с разбега перепрыгнул через эту манометра два а другие влезли в воду вот вот так я перепрыгнул и тут из этого села которое уже рядом с речкой было и основная часть домов была впереди у нас оттуда из какой-то усадьбы ударил в нас немецкий пулемет я когда перепрыгнул через эту речушку я сразу упал среди растущих в этом берегу речушки вербы толстые старые вербы с большими корнями и я залег в эти корни те которые шли цепью успели войти и этот майор бойко с ними во главе пьяный немцы открыли огонь и по ним и этот же пулеметчик местность была такая к этой речушке дорога с горки это поле было такого рельефа что опускалась вниз к этой речушке часть из этой цепи успела приблизиться и моя бойко в том числе я тебе уже заплевал что майор бойко расскажите что майор бойко в том числе слушай их всех из этой цепи кто успел перейти приблизиться к этой речушке всех расстрелял немецкий пулеметчик майора бойко тоже но он был ранен ранен был тяжело это я потом узнал это я потом узнал значит так а что с вами вы вчетвером перебрались залегли там и отстреливались я как-то увидел около этого пулеметчика 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 я не видел он заросли в каких-то кустах и оттуда ввел огонь и мог наугад стрелять по этому огню но я увидел ползет немецкий солдат вдоль забора и я прицельно выстрелил попал клюнул нотом так патронов у меня немного у меня лента висит немецкая лента металлическая висит через плечо немецкими патронами набито и ту советскую винтовку я передал одному татарину которого посылали за стеном в село а у него оружия не было он из числа военнопленных примкнул к отряду и меня попросили дай ему винтовку он съездит привезет сено в отряд у нас лошади были все это нужно было отряд был большой это самое отряд имени Ленина насчитывал свыше двух тысяч партизан да а среди этих четверых вот вы да 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 мы залегли там и стали отстреливаться и вдруг оттуда из тех кто сохранился в засаде да бежит партизан и бежит к нам и вдруг на горке на этой высоко который рядом уже да немцы он бежит к нам и вдруг на горке ай падает из этой горки катится сбоку на бок подкатился близко ко мне задрыгал ногами и умер пуля попала ну конечно он же не не видел что там сели немцы он с той дороги по которой они рассчитывали а вы его знали вы его знали этого солдата не понял вы этого солдата знали кого убили молодой что этот убитый солдат да да партизан вы его не запомнили нет откуда я его не знал в лицо дальше что вы короче дальше я обнаружил что я остался один политрук и еще два партизана пересекли пересекли эту речку обратно обратно и сумели уйти не полезно на эту горку откуда наступали партизаны а вас они не позвали с ним вместе уйти нет забыли ну тихо нет ну все это делалось у каждого отдельно они не группой двигались короче вы обнаружили что вы один я обнаружил что я один и решил отходить тем же путем которым я туда попал оказалось этот путь ошибочный я перепрыгнул речку а нет да я перепрыгнул речку двинулся и увидел этих лежачих убитых пулеметчик расстреливал уже когда они лежачими были этот ординарис этого майора его видно лежачего уже мертвого пулеметчик продолжал расстреливать потому что несколько пуль в голове в голову ему прострелили полностью разрушил лицо и череп так еще несколько лежало убитых и он дал очередь по мне что я делаю бегу к нему перепрыгиваю через речку навстречу да он перестал стрелять я залег он меня на мушке держит потом я поднялся и решил что все таки надо уходить а я был одет зимнее пальто которое из дома я был в плену из плена я попал домой в Одессу там я оделся зимнее пальто у меня было в этом зимнем пальто я пришел в партизанский отряд так я уже это пальто снимаю бросил и уже вброд уже не иду на эту горку а иду вдоль речки мостик который переброшен через эту речку это продолжение сельской дорожки потому что там пару усадьб или три усадьбы на горке были я решил уже туда не идти где расстрелянные лежали а я решил пойти другим путем я пошел бродом я нырнул в речку полностью и только в волоку а осталось у меня последних четыре патрона я зарядил этот карабин у меня хороший немецкий и я ползу и карабин тащу по берегу дополз до этого мостиком с огромным трудом ломая ветки а эта ветка мостик сделан был переброшены были деревья и потом покрыта землей пальто вы сбросили без пальто шли уже да в свитере нет куртка а еще куртка была у меня такая легкая но я пробрался через этот под этим мостиком и говорю о удача канавка ведет вдоль этой дороги которая идет наверх придорожная канава и я по этой канаве пополз наверх и вдруг слышу позади себя голоса поворачивая голову четыре немца идут по дороге с винтовками на перерез идут в мою столбину я сначала хотел застрелиться а потом сам себе дал задачу если ранен дострелюсь а пока я не раненый я буду пытаться уйти и тогда я встал уже из этой канавы встал и побежал по дороге и тут меня поймал пулеметчик не эти все которые по улице а пулеметчик тот который меня уже а когда я поднялся чтобы перейти в речку он по мне дал очередь или специально не попал потому что одна пуля задела видимо рукав дернула меня за рукав я почувствовал я снял это пальто нырнул только тогда нырнул в речку и по речке пошел в общем рассказываю когда я поднялся убегать да пулеметчик меня обнаружил и дал очередь упреждающую он думал что я идиот набегу на эту очередь а я свернул влево как прыгнул а там благодаря вот этой речке и вербам которые поросли по берегам этой речушки все заборы были сделаны из лозы плетеные я перепрыгнул через ближайший плетень оказался во дворе нет вижу второй плетень впереди я с разбега беру и это препятствие уже легко пальто нет перепрыгнул хотя брюки ватные намокли но я сильный был и прыгал я здорово это я по жизни значит когда он упреждающую очередь дал я повернул влево перепрыгнул оказался во дворе вижу еще один плетень я через тот перепрыгнул и оказался в рассаднике от кур этот христианин отгородил квадрат это его рассадник квадрат был сделан плетнями огорожен чтобы хуже не могли туда войти я понял я из этого рассадника прыгаю через третий плетень и оказываюсь в поле дальше открытое поле заснеженное я бегу чистое поле бегу вижу впереди меня левее посадка жиденькая такая посадка деревьев и кто-то там сидит и машет меня рукой я бегу туда к тому я думал что кто-то из наших партизан бегу туда старушка и кричит мне на расстоянии сюда сюда сыночек сюда тут есть окопчик она думала что я буду продолжать войну окопчик не может я ближе к ней подбежал и говорю ей покажи мне куда наши ушли вот такого прямо Буде Яр ты знаешь что такое Яр? да знаю не извиняюсь Буде Яр и я побежал точно по указанному рукой этой старушке направлению бегу оглядываясь назад вижу да низменность опускается постепенно я села уже откуда я выбежал уже не вижу значит из села немцы не видят меня а я уже изрядно запыхался и пошел шагом вижу в самом низу стоят двое командир моей роты и еще один партизан машут меня рукой я зашел за них он он спросил у меня там кто-то из наших в селе еще остался я говорю по моему определению я в последнем ушел из этого из этой деревни а он что говорит вам? он тогда пошли 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 к лесу к лесу на дороге стояли саночки наши с лошадками и уже сани были груженные мешками уже где-то грабанули наши ребята и везут в отряд что-то то ли зерно то ли муку я уже не знаю что там было но я выпрыгнул на эти саночки и мы поехали а рядом бегут партизаны бегут трусцой саночки движутся не быстро а много еще осталось партизан после этого много осталось да? ну человек пятьдесят я видел пятьдесят где-то было а сколько погибших было тогда? ну не знаю я не знаю численность батальона я мало что знаю и куда вы пошли дальше? поехали слушай дальше я расскажу дальше приходим мы в какой-то вот эта группа отступающая партизанская подходим к какому-то хутору и решили отдохнуть на этом хуторе замаскировались там а я любопытный вышел на улицу чтобы посмотреть и вдруг вижу самолет разведчик немецкий снизился и пилот выглядывает у меня есть четыре патрона патроники я мог бы позариться и стрельнуть этого пилота но он но я был похож на немца на мне была шапочка из немецких из немецких а я присел под забором он именно меня разглядывает на мне немецкая форменная шапочка она называлась лыжная я раздобыл ее в одном из боев надел на голову новенькая и он думал что вы немцы да он не мог определить кто сидит под забором я сидел винтовка у меня немецкая нет он не видел какая винтовка он видел меня он он же пилот в очках этих пилотских но я не не позарился не стал в него стрелять это бы он обнаружил я попал бы или нет не знаю но он бы определил что это партизаны и указал бы где именно партизаны так и мы из этого хутора двинулись дальше к своему отряду я вам уже рассказал что по краям этого леса на опушке леса были выкопаны для каждого роты для каждого взвода были выкопаны хорошие окопы и это была наша оборона оборона уже была сделана мы примкнули к этой обороне и я сел в оборонном ряду и тут подходит этот же с которым я перепрыгнул эту речушку залег под этими вербами что он говорит он этот политрук да а ты что у тебя больше ничего это курточка так иди иди в лагерь по шафтой по палаткам по землянкам найди во что одеться так нельзя я еще ему сказал у меня обледенели ватные брюки но мне было не холодно я не чувствовал ух напряженка помогала мне я пошел послушал его нашел в какой-то землянке какой-то бушлатик я сделал этот бушлатик надел хорошо по мне вроде подходит маленький бушлатик потом одна из партизан девушка сказала о это мой бушлатик я говорю это что отдать тебе? нет он мне не нужен он уезжал в землянке он уже мне не нужен но я узнал в этом бушлатик так что она мне подарила свой бушлатик ну и дальше как вы вернулись опять по копы так в окопах мы остановили немцев они двигались большой силой пробовали атаковать но получив серьезный отпор отказались это все таки отступающая немецкая часть и главная их задача отступление а не ввязаться в войну с какими-то партизанами и они отстали от нас а когда я пошел в лагерь и уже нашел этот бушлатик я решил а да он мне предупредил политру но огня не зажигает он знал что летают разведывательные самолеты и укажут укажут место лагеря вот это важно было сохранить лагерь все партизаны все партизаны уже в окопах я не на его предупреждение не обратил внимание мне виднеет я развел огонь пищевая пищевая была в землянке везде я в свою землянку уже пошел там где я нашел этот бушлатик я взял себе бушлатик это вот была женская землянка развели огонь там да? развел в печке огонь печку я сам строил пол бочки железной снизу кирпичи поддон сверху накрытой этой бочкой и в этой бочке отверстие топки хорошая труба идет вверх из землянки я развел огонь снял свои ватные штаны сел около печки уже мне тепло снял штаны положил на эту печку поворачиваю их туда-сюда просушил их вот так и когда я оделся я вернулся в окопы мы ждали мы же не ждали нападут немцы или нет но мы готовы были дать отпор и отпор хороший я уже дальше не помню как было дело а все немцы отступали а мы длинулись на встречу на встречу с Красной армией партизанские соединились встретились с ней да как встреча была расскажите обнимались вы нормально встретили обнялись нет нормально было они они в форуме были все да конечно и нам сказали двигайтесь к Житомиру Житомир уже у нас в Житомире вы пройдете через запасной полк вас оденут помоют вас оденут и отправят в часть так мы и сделали мы добрались до Житомира а один из партизан с которым я сдружился с которым вместе сбежали из плена кстати говоря и что партизан как его звали не помню могу вспомнить у меня в память стала отказываться я помню те события и что вы с этим другом куда пошли куда мы шли в Житомир а впереди нас пять казачков которых уже приняли отряды приняли их я же говорил вам что был казачий бог был уничтожен знаете что было казаки которых храбрый полковник вел который не боится кучки бандитов которые спрятались в лесу так он сказал старости этой деревни в лесу он сказал что у меня боевая единица казачий полк я буду бояться какой-то кучки бандитов так он же не знал куда он идет и поехал по этой дороге когда подъехал к лесу решил атаковать бандитов казаки развернулись в цепи двумя цепями пулеметы стали работать а я куда попал командир батальона спросил у меня где твоя винтовка я ему рассказал что я ее отдал татарину который ехал за сцену ну ладно идем с нами будешь около меня связным и я со своим взводом не пошел а пошел уже с командиром роты в командный окоп глубокий квадратный на нас засекли немцы то есть не немцы а казаки они шли двумя цепями и что же получилось я получил указание командира роты беги шестую роту на левый фланг беги туда передай им задачу они должны перекрыть дорогу сейчас казачки побегут обратно назад по этой дороге они должны там засаду сделать но когда я поднялся и побежал в эту сторону уже мне было поздно туда бежать из-за пушки леса взглядя на эти две цепи казачьи и стреляя на ходу выстрелила черная толпа на заснеженное поле партизан партизан и введя огонь побежали навстречу этим казачьим цепям те повернулись жопой и бежать кто из них забежал на дороге я не знаю но я добежал раньше я побежал впереди наступающих наступающие бежали а я впереди оказался я же должен был бежать в шестую роту и что вы сделали оружие взяли нет а где я взял оружие у убитых у кого у казаков убитых нет еще убитых там не было на дороге как раз в моем месте не было но я бегу и к дороге по которой они двигались забегаю до дороги сидят три немца в канаве придорожной канаве увидев меня поднимают руки все в плен сдались дядя все в канаве все в порядке не было розовую мобиль пропавли для пау